Девушки отдыхают 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 Здесь уже был Жакин Ибрагимов, сменил он Владимира Крамаря в сетке, уже заговариваться стал я, сменил в воротах и вот Владимир Маркелов получил классную передачу, смог продавить там Саян Данияр, не смог справиться с Владимиром Маркеловым и пятая шайба. Ну и вот третий период мы уже с вами смотрим, вот здесь вот в этом эпизоде было обоюдное удаление, ну так вызвало конечно споры этот момент, пытались оспорить. Так, ну вот здесь мой рассказ прерву, потому как здесь в меньшинстве смогли забросить гости, Саян Данияр получает классную передачу из глубины зоны, бросает по воротам, не попадает, попадает в штангу и вот от штанги попадает шайба в спину Микушину и оказывается в воротах. 5-2 после этого эпизода у нас счет становится, вот этот эпизод также вызвал, значит, определенные споры, тоже суть отправились на просмотр и вот недолжным образом здесь сыграли против Дмитрия Акишина и Кожевников, получил здесь две минуты. Ну и вот чуть позже, чуть позже мы еще одну атаку с фрагандинцев увидим, которая завершится точным броском. Ну вот этот момент, здесь Федоров получает слева фланга передачу, классный бросок на самом деле по исполнению, из подзащитника бросает и шайба к заворотам. 5-3, вот такой вот итог этой встречи. Итак, я напоминаю, что это был шестой матч серии, финальной серии между Орланом и Сареаркой, далее серия у нас перетекает в Караганду, где состоится матч номер 7. Ну и вот самое интересное, что происходило сегодня, это цифры статистики. 38 бросков нанес Орлан, 34 бросками ответила Сареарка, 34 выигранных бросвания против 24, и здесь цифры говорят в пользу Орлана, шайба заброшенная в меньшинстве. Такая довольно интересная строчка с Сареаркой, ну и что касается штрафных минут, здесь больше удалялись Сареарка, 10 минут они получили и 6 минут штрафа получил Орлан. Вот такие итоги шестого матча между Орланом и Сарой Аркой.